Славянская радио Здравия, Алексей! Приветствую всех тех, кто нас видит, кто нас слышит. Благодарю богов-предков наших за прекрасную возможность поговорить с мудрым человеком. И разреши задать тебе такой вопрос. На какие моменты техники безопасности необходимо обратить внимание при своем духовном развитии? Здравия, Михаил! Здравия всем, кто нас видит и слушает. Вопросы, конечно, интересные. Сначала надо определиться, где мы с тобой находимся. Мы с тобой находимся у Василия Васильевича в ковид-компании. Поскольку вызвали его срочно на одно мероприятие, где он должен поделиться своим опытом морского волка и боцмана со стажем, боцмана с Северного флота. И поэтому попросил нас зайти рыбок покормить. Но я один не люблю ходить, поэтому я с тобой зашел, раз уж ты под боком оказался. Ну и вот поскольку программа «Давайте поговорим», то давайте поговорим. Итак, техника безопасности на пути своего духовного развития. Давай тогда, наверное, ты будешь уточнять, а я буду пытаться тебе отвечать. Итак, техника безопасности в чем? Не лазите пальцами в розетку, не смотрите на солнце или на сварку без очков. Что именно? Хорошее уточнение. Итак, в обычной жизни физической у нас есть именно принцип такой, что мы учимся на своих ошибках. И даже есть какие-то памятки, которые, говорят, написаны на крови, но которые можно почитать и применить. В этом же моменте мы можем полагаться только на домыслы, или, как назвать, на знания людей, которые в той или иной мере смогли прикоснуться к этой грани необъятного. И поэтому такого четкого понимания, что такое хорошо, что такое плохо, нет. И к тому же, я так понимаю, процессы происходят, бывают достаточно растянуты во времени, и поэтому очень трудно бывает связать причину со следствием. Именно исходя из вот этого посыла, желательно, как говорится, подробнее, в том числе и про вилку с розеткой. Понятно. В общем, получается, что, и, насколько я понимаю, тебя волнует такой момент, что правильно делать на пути духовного роста и как не создавать каких-то проблем на пути духовного развития, духовного роста, чтобы все было последовательно, чтобы все было как-то закономерно. Ну, естественно, мы живем в мире, где невозможно нарушать какие-то определенные принципы развития и бытия. Один из таких принципов называется последовательность. Если человек родился, он должен пройти определенный путь своего развития для того, чтобы сначала у него появились зубки, потом, чтобы он научился говорить, потом, чтобы он научился осознавать, убирать свои игрушки, ну и так далее, так далее. В конечном итоге дойти уже до зрелости и потом, в конечном итоге, до старости. Старость не с точки зрения дряхлости, а старости с точки зрения мудрости стать звездой. Стар, да, звезда. Стар-стар, супер-стар, да? Поэтому, если мы исключаем какие-то последовательные шаги и действия, в этом случае мы можем из своей жизни выбрасывать целые пласты, необходимые нам для самосовершенствования. Это примерно то же самое, как начинать строить дом, где по проекту должен быть фундамент, потом какая-то отбивочка, потом сами стены, пол, потолок, крыша и так далее. Например, мы уберем отбивочку, и тогда у нас гидроизоляции, если не будет, то начнет стена соцаревать, и ничего хорошего не будет. Если вдруг мы сэкономим на кирпичах, то в этом случае дом не будет тех пропорций, которые нужны. И мы можем оказаться в очень неприглядной ситуации, когда вдруг вместо трех метров потолка у нас будет метр пятьдесят высота до потолка, и нам придется сходить с крючевшись. То же самое и в жизни. То же самое и в духовном росте. Конечно, есть известный случай, когда просто человек на банановой шкурке скользил, падал, бился головой, терял сознание, в него зашивалась программа, он открывал глаза, и он становился великим провидцем, знающим, и за ним шли целые народы. Но это единицы. А мы-то говорим про обычных людей, про тебя, про меня, про таких же, кто нас смотрит и слушает. Поэтому, наверное, такой путь не всем доступен. И вот здесь очень хорошо будет нам в помощь принцип как раз последовательного развития, который в жизни известен. На мой взгляд, он очень хорошо вкладывается в 6-7-летнее взросление. Примерно он выглядит так. Первые 6 лет ребеночек относится к начинающему зверьку, когда он этот мир начинает познавать через примитивные какие-то свои ощущения, все попробовать, все лизнуть, пальцы в розетку сунуть, укусить кого-то, чтобы его укусили, удариться, ну и так далее, обжиться. Для него папа с мамой – это боги. Старшее поколение – это пример. Причем ему никто не говорит «бери с меня примеры». Он просто смотрит и вникает, и повторяет. Есть же такая поговорка «ничему своих детей не учите», потому что они все равно сделают, как делаете вы. То же самое здесь. Дальше. С 6 до 12 лет, то есть следующая 6-летка условно, это средний зверь, когда он начинает познавать этот мир уже не только от папы с мамой и ближайшего окружения, а уже в социуме. То есть в обществе, если переводить на русский язык. И ему нужно общество, такие же, как он, и какие-то учителя, наставники, воспитатели. Ну, как правило, это воспитатели их называют. Здесь он уже немножечко от родителей отделяется, и он уже не столь зависим от них, как от богов. Он от них зависим, как от старших товарищей, как от папы с мамой. И он с ними делится чем-то, жалуется, и они могут в него вкладывать очень много чего интересного. Следующий уровень, когда он уже прошел первичное общественное образование, если можно так сказать, когда образ уже своялся общественный, он переходит на следующую стадию взросления, это уже старший зверь. Вот тут он себя должен проявить уже не просто в обществе, как равносильный, равный, а как лидер в чем-то. Занять свою нишу, найти себе то окружение, которое будет его дополнять, и которым он будет кого-то дополнять. Где он себя начинает уже проявлять как лидер, лидерские какие-то качества. Он уже начинает присматриваться на противоположный пол. И папа с мамой уже являются для него иногда обузой и помехой, которые ему мешают себя проявлять. И вот тут очень важно папе с мамой проявить некую мудрость для того, чтобы они стали ему не врагами, а стали друзьями. То есть первый этап – боги, второй – это родители, а третий – друзья. Друзья-наставленники. То есть от папы с мамой и от бабушек и дедушек зависит будущее этого человека, который вышел на стадию зверя, физического, плотного, он уже созрел же, да? Он уже думает о многом чем-то интересном в этой жизни, о карьере, уже такой серьезный, слово дурацкое, но про меня, поскольку оно известно, о работе, о том, какая у него будет семья или не будет в семье, что он будет делать в обществе и так далее. И вот тут папы с мамой очень не должны остраняться, а они должны понять, что это очень важный этап, и они должны помогать. А у нас получается конфликт возрастов и конфликт родителей и детей, то, что называется извечный. Потом начинается следующий этап развития, когда, по идее, он должен уже остепениться, как зверек, то есть физическое тело он свое познал. Это где-то уже получается к 18 годам. Поэтому с 18 лет и начинается, как правило, призыв в службу, в армии, можно уже что-то делать в обществе. Дальше еще 6 лет, мы берем 18 плюс 6, 24, насколько я помню. Это младший человек. Он начинает это общество уже постигать, как самостоятельная личность. Уже он отошел от папы с мамой. Он уже имеет новых авторитетов. Он уже должен где-то применять свои знания, накопившиеся вот там, и получать новый базовый уровень уже для работы, для труда, для какого-то творчества. Не детского творчества. У нас многие путают. Вот у меня ребенок творческий. Да, он творческий, он творит. Но это обучение. А тут он уже должен проявлять. Вот. Здесь он уже учится на человека, младший человек. Потом идет до 30 лет. Это становление человека среднего, когда у него должна быть уже семья, свой дом, дети, уже хотя бы один или два ребенка к этому времени обязательно должны быть. Вот. Но лучше уж, естественно, должно быть уже много детей. И тогда он уже смотрит на своих родителей как пример взаимодействия со своими детьми, то есть с их внуками. И он уже учится становиться старшим человеком, когда он уже что-то отдает, не потребляет, а уже отдает своим детям, на своей супруге или своему супругу, своему обществу. Он уже становится, может быть, на начальную стадию наставника, хотя это еще рано. Потом старший человек – это уже человек, который достиг многого в этой жизни. У него уже есть полный базис, у него уже семья должна быть полноценная, статус в обществе он, как правило, достигает. Его уже в обществе воспринимают как состоявшуюся личность и присматриваются к нему как к будущему руководителю-управленцу, если он того достоин. Папа с мамой переходят в разряд почитаемых людей. Бабушка с дедушкой переходят в разряд богов. И следующий уровень – это уже уровень, ну, вот иностранное слово «мастер», а у нас, наверное, это какое-то другое должно быть слово, но будем сейчас применять пока «мастер». это когда сначала младший мастер, это уже однозначно должен быть наставником чьим-то, он уже должен повышать свое мастерство в преподавании, в донесении. Если это мастер в каком-то производстве, он должен становиться таким мастером, чтобы на него все смотрели и говорили, ух ты, вот это он может, вот это он вообще, да. Потом, еще следующие шесть лет – это средний мастер, когда он уже не просто кого-то ищет, вокруг него уже собираются люди, которые младше его, и которым он уже отдает. И старший мастер – это уже бог в своем деле, который уже однозначно, у всего уже набрался, ему совершенствоваться уже здесь не в чем, он начинает уже трудиться на общество. Он уже отдает обществу благодарности за то, что когда-то общество, папа с мамой, бабушка с дедушкой, ему это все отдали. И вот это очень важный этап. К этому времени у него уже дети взрослые, достаточно высокого уровня, ну, если он правильно, достаточно высокого возраста, если он правильно в свое время их зачал и образовал. Уже у него на второй план отодвигаются заботы о детях, как в свое время, к 18 годам, он уже уходил от опеки родительской, и то же самое здесь. Он им к этому времени, как мастер, должен был все уже передать. И он готовится выйти в уровень азов. Вот тут как раз начинается самое интересное с точки зрения жизни человека. Если до этого он становился как физическое тело, потом как тело мыслительное, познающее, потом как полноценный человек, то здесь он уже служит обществу однозначно. Он уже только делает, что передает. Его уже не должны заботить семейные вопросы. Он уже только служит обществу. Вот до этого уровня, теперь, если мы посмотрим, достигли, ну, доросли очень-очень мало людей. У нас, как правило, очень много личностей, так называемых, находится на стадии психопатии. То есть, когда псих падает, ну, псих... человеческое восприятие мира падает, он может себя ощущать маленьким ребенком, шести-двенадцатилетним, ему хочется в машинке поиграть. Это, как правило, коллекционеры, которые занимаются коллекционерами, не понимая, зачем, просто они коллекционируют. Какой-то вот безделушкой каким-то они занимаются. Или, не обижайтесь на меня, те, кто считает себя коллекционерами, потому что коллекционировать можно по-разному, но, как правило, у нас коллекционеры бездумные, просто потому что им хочется, а почему не знают. Ну, в машинки не наигрались, или в куколки не наигрались. Коллекционеры более высокого уровня, там другая идея Или психопатия на таком уровне, что он как сидел на закорочках Или на загревке папы, или за юбку мамы держался, так он остается То есть он не может стать своей семьей до сих пор Хотя он уже 40-летний ребенок, а все равно он к маме с папой относится Все равно он живет за счет их, ничего он в обществе не достиг Хотя нет, хотя бывают случаи, когда он достиг в обществе Но он достиг в обществе какого-то статуса в виде игры Он продолжает играть в это, продолжает играть в бизнесмена Какого-нибудь артиста, еще кого-нибудь, еще кого-нибудь А по сути он как был маленький ребенок, так и остается И вот для чего я столь долго это все рассказывал Дело в том, что большинство людей Достаточно умных и разумных на сегодняшний момент Или остаются на каком-то определенном уровне своего развития И перестают дальше развиваться То есть нацопсихопатами, по сути И это чревато тем, что они себя не воплощают в жизни тем, кем им по сути, по идее надо быть И это страшнейшая беда личностного роста Они просто не способны стать полноценным человеком Полноценным мастером и достичь уровня аза Они в чем-то достигли высокого уровня Я бы там уже упоминал, или спортсмен Ну, спортсмена современного века короткий Может быть не самый точный пример А вот с точки зрения какого-нибудь эстрадного артиста Лицедея Вот это да Они всю жизнь до старости остаются этими маленькими мальчиками, девочками Со своими ужимками Но при этом удачные в кино, в театре, на эстраде Но как личности они не вырастают Они ничего в этой жизни не понимают Их могут выбирать в Думу какую-нибудь В Раду Назначать какими-то там депутатами местными Или поместными, какими угодно Но при этом они все равно остаются маленькими детьми Полноценного роста нет Естественно, что они продают свою физиономию Как они привыкли это продавать Со сцены или с экранов Но при этом, как полноценные личности, они ничтожны Еще страшнее происходит ситуация Когда какой-нибудь человек Которому по року его Предназначено быть великим учителем Перепрыгивает какую-либо часть своего развития И сразу переходит на уровень мастера Отдающего То есть он не прошел стадии становления как человек У него нет семьи У него нет своего дома Он живет в родительском доме У него нет детей Он не прошел момент наполнения целостностью жизни Он в каком-то узком направлении Что-то постиг Ну может быть в физике Может быть в химии Может быть в эзотерике Может еще в чем-то И начинает сразу преподавать А когда преподаешь Ты так или иначе взаимодействуешь с людьми Ты их обучаешь И вот тут как раз скрывается Тот самый подводный камень Тот самый риф Об который разбиваются многие корабли В нашей жизни Так или иначе Ты вместе со своим учением Неважно в какой области Отдаешь еще свою позицию жизни Что ты можешь отдать людям Человекам Которые пришли тебя слушать И смотрят тебе в рот Как великому гуру В какой-то области Если ты еще даже не прошел стадию человека А уже вещаешь с позиции Какого-нибудь мастера Так или иначе Ты свою детскость Непроработанность В них вкладываешь А это означает Что они не получают цельной картины И они ориентируясь на такого человека В жизни встречают множество проблем Поэтому техника безопасности На мой взгляд Для каждого человека Должна быть следующая Все делать последовательно Проходя Или в ускоренном варианте А лучше всего в полноценном варианте Свой урок Свой урок Своё становление в этой жизни И только после этого Проходя все этапы Забирая с первой ступеньки На вторую На треть На четвертую И так далее Начинать уже Преподавать Образовывать Вещать Это примерно то же самое Как мы хотим Когда получить какие-то плоды Сажаем семена В землю И глупо нам От маленького семечки Сразу ждать Через 2-3 дня Как только он проклянулся Пышного полного колоса Который уже Вырос На своем стебле Который же должен быть У которого есть корневая система Который уже Отцвел Отколосился То, что называется Налился Уплотнился И готов уже отдавать Вот люди Которые Берутся преподавать Физики Математики Там в чем-то еще В чем-то еще В чем-то еще Они хороши в этом деле Но они Не полноценны Потому что Они еще Не прошли Всего стадия Человеческого развития А мы-то говорим Не о роботах Мы говорим О человеках И поэтому Каждый преподаватель Он Наверное Обязан Быть ответственным За то, что он дает Не только Как преподаватель В узком направлении А и как Человек Потому что Он преподает Не роботам А человекам И его Пример Будет для них Очень важен Потому что Они для него Малые дети Которые Не просто Его слушают И он Не просто Их учит Они ему Подражают И так или иначе Программа Его Неполноценная С очень Правильными Словами Формулами Чем угодно Математикой Физикой Ученными Делами Или Какими-то Эзотерическими Делами Она также Вкладывается В этих людей И насколько Она неполноценно Непроработана Так и Они будут Впитывать Тоже это все Неполноценно Непроработанное Ну вот Примерно Так Такая техника безопасности Каждому овощу Свой фрукт Так Теперь попробуем В сжатом виде Попробую В сжатом виде Передать то Что я для себя Уснил Если что Попробую Итак Ты говоришь Что всему Своё время Именно так Так же Как у нас В нашей жизни Есть период Детства Юношества Взрослости И Мудрости Так сказать Так же И в Периоде Духовного Личного Духовного Роста У тебя есть Такая же Программа Постепенного Развития И Ускорять Ее Сверх Надобности Или наоборот Попытаться Замедлить Приведет К тому Что ты Место пользы Принесешь Вред себе Это в Минимальном Случае А Так Можешь Принести Вред И другим Людям И поэтому Получается Когда люди Вроде бы Искренне Проснувшись И решив Полностью Направить себя В духовное Развитие Не реализовав Себе Перед этим Как они Считают Менее Важных Но Судя По всему Это важные Моменты Как Семья Как Воспитание Детей Как Развитие Своих Навыков В какой-то В какой-то Сфере Труда В какой-то В каком-то Творчестве И как Уже На этом Только Пройдя На своем Опыте Вот эти Ступеньки Ты можешь Людям Которые Тебя Об этом Спрашивают Делиться Своей Своим Наработанным Опытом И Как говорится Ну Не перепрыгивать Не идти Вперед Батьки В пекло Вот И Как бы Вот этот Посыл Если он Верен То Правильно Ли я Уяснил Если правильно То Еще тогда Чуть Подальше Хочу Задать Тебе Вопрос Он Связан С чем Да Есть такая Фраза Что Корабль Кораблю Который Не имеет Цели Любой Курс Будет Вреден Потому что Он его Может Приведет Туда Не пойми Куда Так вот В твоем В твоем Повествовании Было Сказано О Цепочке Промежуточных Целей Но Должна же Быть Какая-то Важная Основная Цель Которая Будет Состоять Из Других Промежуточных Целей Но Ты должен Именно Ее Держать Ввиду Чтобы В итоге Не сбиться С курса И не Уйти Совсем В другую Сторону Так вот Какую Цель Необходимо Ставить Самой Главной И как Понять Что это Именно Та цель Которая Тебе Нужна Да Все Правильно Ты сказал По Этапу Возрастления Все Верно Еще Дополню Почему У нас Такая Проблемка Стала Происходить Одна Из проблем Которая Повлияла Вот На Вот Эти Разрывы Когда Человек Нецельный Пытается Обучать Кого-то Другого Дело В том Что В последние Несколько Сотен Лет К людям К человекам Относились Как К винтикам Или Как К механизмам Которые Что-либо Обслуживают Что-либо Создают Для чего-то Здесь Предназначены Именно Как Механизмы А не Как Цельные Личности Поэтому У нас Образование То Что Школы Принято Называть Оно Переводилось Человеческого В механический Где Нужно Было Давать Не просто Знания И ведания А Нужно Было Подготовить Человечка Людину В Исполнителя Каких-либо Обязанностей Лакей Конюх Что-то Такое Узконаправленное И На это У нас Все Шло Поэтому Человеческий Цельный Формат У нас Сужалось До чего-то Узкого В школе Вроде бы Так Всех Воспитывают Вроде бы Всех Кладывают Программу Но Мы можем Обратить внимание Учебники Советского Времени Учебники Царского Времени Учебники Перестроечного Времени Или Современные Они очень Сильно Разнятся Сейчас У нас Вообще Есть понятие ЕГЭ ЕГЭ Это Когда Надо Просто Сдать Набор Каких-то Определённых Тестов Не на Человечность Не на Видовство Не отношение К жизни Не на Мировоззренческие Какие-то Основы А просто Тесты Готов ты Как машина Быть Или не готов Знаешь ты Вот это Или не знаешь Каков ты Потребитель Знаешь ты Как взять Кредит В банке Знаешь ли Как обратиться В полицию И так далее Вот если ты Это всё знаешь Всё Аттестат Получаешь Ты готова Машина А дальше Куда пристроишь Там будешь Работать Раньше Было отношение Полноценной Личности И это Было важно Так вот теперь Через то Что я тебе Поведал сейчас И уточнил Я подойду Ко второму вопросу Для того Чтобы у нас Люди Становились Человеками А потом Человечеством А потом Азами То есть Четыре Людина Человек Человече Аз Необходимо Следовать Вот этому Как раз Принципу Всестороннего Развития Человека Или Человече Или создания Аза А это возможно Только в определенных Условиях Среды Обитания Общественного Мировоззрения Общественных Взглядов Ну и Может быть Каких-то там Еще дополнительных Приспособлений Качеств Общества И Может быть Там Каких-то еще Условий мелких Может там Технических Или еще чего-то Так вот Если мы Говорим Про Человечество Вообще Ну это Наверное У нас Будет Какие-то Общие Принятые Масонские Темы Про Равенство Братство И так далее Если же мы Говорим Про Русь Про Россию Про Русских Людей Русов То в этом Случа Необходимо Отталкиваться От родовых Особенностей Сейчас Принято Генетических Особенностей В древности Говорили От родовых Особенностей От крови И Самым Подходящим Образом Бытия Или Бытием Является Такое Понятие Как Державность Или Держава Когда В державе Каждый Человек Важен И держава Для него И для Каждого Человека Держава Важна И он Для державы Вот в этом Случае Тогда Наши рода Смогут Процветать И в этом Случае Тогда На всей территории России И Руси И всего мира Будет Очень все Хорошо Потому что Державный Человек Никогда Не станет Плохо Относиться К другому Человеку Даже Если Он Другой Национальности Потому что Здесь включается Ведический Образ Мышления Не делай Плохо Другому Человеку Не обижай Другого Человека Но Если Человек Мерзавец И он себя Проявляет Как мерзавец Сделай так Чтобы мерзавец Перестал быть Мерзавцем А не наоборот Ты приходишь Завоевываешь его Подчиняешь И дальше ты делаешь Что угодно То есть Державный образ жизни Он хорош И как для тех Кому по крови Это близко Так и для тех Кто готов будет Жить по совести Ладу с природой Исходя из этого На сегодняшний момент Я вижу Что в нашем Обществе Не хватает Вот этого Державного Принципа Который Даст Возможность Каждому Из нас Нашим Детям Нашим Внукам Правнукам И нашим Потомкам Себя Полностью Проявить Пройти Все вот эти Ступеньки Становления Про которые Мы говорили В начале От людины Дойти до Аза Выполнив Тем самым Свою Цель В этой жизни Личную цель И Поддержать Вот это Общество И тот строй Который нам Необходим Поэтому Цель На мой взгляд На сегодняшний момент Для каждого Человека Который Себя Относит К здравомыслящим Людям К русским Людям Или к русам К славянам Тем кто И по крови Русский И кто по крови Может быть Кто считает Не совсем он русский Но ему совесть Понятно что такое И он хочет жить В ладу с природой Не гадить Не уничтожать ее А жить в ладу с природой Вот наверное К державности Вот этим людям Следует стремиться Поэтому когда я все это осознал Я понял Что для меня Цель Это создание Строительства Державы И если кто-либо Поставит Такую для себя Цель То я думаю Он Будет на правильном пути Я думаю Что на сегодняшний момент Это Одна из Самых Важных Целей Общих Помимо тех Мелких целей Становления О которых мы говорили Потому что Есть мелкие цели Как ты правильно сказал Ну Грубо говоря Отсюда Дойти туда Чтобы сделать Вот это И вот это А зачем ты это делаешь Вот когда ты доходишь На это маленькая цель А вот для чего Ты туда дошел Это уже может быть Более Интересная цель Или промежуточная Более серьезная Но она в свое время В свою очередь Может быть тоже Промежуточной целью Взять инструмент А для чего ты взял инструмент И так далее И так подобное В конечном итоге Выясняется Что ты пошел туда Чтобы взять инструмент Чтобы ля-ля-ля-ля-ля-ля И приходишь к строительству Храма Прекрасного храма Своей души Прекрасного храма Строения общества Храма Державного А все начинается С маленьких целей Пришел это Чтобы взять это Взял это Для того Чтобы сделать и это Сделал это И так далее И тому подобное Поэтому Как ты правильно Есть маленькие цели Строения Ради общей цели Которую На возле трети Взять держава А есть Необходимые Шаги Имеющие Каждый шаг Свою маленькую цель Куда поставить ножку Топ-топ-топает малыш Для того Чтобы научиться ходить Научиться говорить Научиться себя ощущать Научиться взаимодействовать Научиться Учиться 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 Отдавать 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 Стать азм Ради чего? Ради того, чтобы наши рода процветали Ради того, чтобы не было войн в этом мире Ради того, чтобы не было стяжательства, угнетения, рабства Тогда будет мир во всем мире Тогда глобалистские цели исполнятся Но не с точки зрения порабощения А мир, равенство и братство Но на порядках и правилах, и устоях державы Поэтому, по сути, глобалисты не молодцы Они поставили хорошие цели Но только цели-то озвучены одни А то, что происходит за этими целями За кулисой, другое Наша задача в открытую это все сделать Чтобы цели, произносимые за кулисами Соответствовали целям, которые произносятся для народа Поэтому моя цель – строительство державы Что и всем другим желаю Так, ну теперь, не знаю, это в эту передачу войдет Или, может, вопрос мы будем на более дальнюю перспективу Но давай уж пойдем немного дальше Если у нас цель – строительство державы То хотя бы поясни общие принципы Каким образом, как это подбирается слово Выгодно конкретному человеку Почему выгодна эта цель? Исходя из понимания не только того мира, который мы видим Но и того мира, который мы не видим И как именно постановка этой цели Работает во всех вот этих вот Во всей этой радуге, во всех мерностях То есть, как распространяется постановка твоей цели Правильной, вот по твоему мнению Это цель держава на развитие твоей жизни На процветание твоего рода, других родов И в конечном счете, куда это позволит тебе прийти Потому что, как мы понимаем Физическое тело у нас в любом случае В какое-то время придется оставить Так вот, чтобы потом не было мучительно, больно за Бесцельно прожитые горы Да, вот как бы разви, пожалуйста, сомнения меня и других Ну у тебя сомнений, так чувствую, нет Раз такие вопросы задаешь С одной стороны, поднятая тобой тема Очень широка и всеобъемлющая О ней можно говорить много Но у нас пришло время перехода от слов к практике В своих не просто выступлениях, а занятиях Я всегда стараюсь ее переводить в практическую область То есть заниматься делами Для того, чтобы сказанное переводилось в жизнь В явь Любая пришедшая к нам мысль Должна здесь закрепиться Должна здесь зарасти Должна дать свои плоды А плоды она может дать Как мысли, дальше ее запустить Так и в каких-то деяниях и действиях явного мира Поэтому просто так вот говорить Как-то мне в последнее время не очень хочется Я все-таки хочу, чтобы люди начинали что-то делать Какую-то практикой заниматься Потому что говорящих голов огромное количество Тогда этого было И сейчас очень многие говорят Это здорово, это хорошо Говорить надо Но не хватает часто практики И как правило практики сводятся К каким-то или шизотерическим Или энергетическим Или каким-то еще Может быть там медитативным Это опять же все здорово и хорошо Нужно опять же соблюдать этапы становления Кому-то нужно и помедитировать Кому-то нужно может быть чуть-чуть шизотерики Кому-то нужно там еще чего-то, еще чего-то А вот практики становления очень мало Поэтому вот просто в беседе Говорить о каких-то практиках Наверное, не самый лучший вариант Это превратиться в забалтывание Но с точки зрения Что делать и что нас ждет и как быть Наверное, здесь можно несколько слов сказать Поскольку мы находимся в физических телах То нам свойственно практически все С чем связывается человек Это и физические ощущения Это и ощущения на уровне совести Ощущения на уровне духа Ощущения на уровне души Ощущения на уровне мысли И когда мы что-то одно из себя выкидываем Над чем-то мы не задумываемся Или что-то не развиваем Мы не становимся полноценными людьми Мы уходим от человека От человечи и от аза дальше Если мы начинаем развивать себя А лучше сказать взращивать в себе Какие-то качества Не просто отдельные, а целостные В этом случае мы становимся на правильный путь Совершенствования И путь этот называется Совершенствование аза Духовный путь развития Или духовный путь взращивания Себя как аза Поэтому, наверное, когда мы говорим С человеком, который еще не очнулся от морока То с ним надо говорить с точки зрения Выгоды физического тела Если мы говорим с человеком Который уже о чем-то начинает задумываться То надо переводить Интерес и выгоду физического тела На интерес и выгоду человека Как нечто большего Чем просто физическое тело Когда же мы говорим с человеком Который уже становится человече То в этом случае Мы уже должны меньше затрагивать физическое И говорить больше о духовном О его пути духовного совершенствования Когда же мы говорим с азом Но здесь, наверное, нам говорить уже не надо Будет, там все понятно Мы уже говорим о чем-то божественном Или просто мыслим о чем-то божественном Потому что мысль материальна Как бы кто-то ни говорил Что материи не существует Согласен Часть ее не существует Потому что все энергия Или все сила Но так или иначе Эти все моменты надо учитывать Поэтому о материальном Уже с азом говорить, наверное, смысла нет Он это все постиг Он это знает А мыслить о чем-то высоком Так вот Когда мы говорим о О чем-то великом и хорошем С начальным базовым уровнем становления человека То прежде всего Необходимо его заинтересовать В каком-то добром для него деле И добром для него результате То есть надо его поощрить Дать ему надежду Дать ему ощущение какой-то награды Ну, к примеру Если ты вот это сделаешь То твоя жизнь будет счастливая Достаточно сытная Физическому телу В принципе это и надо Если мы видим И он будет это делать И никто его не обманет Ну, никто в смысле Если мы живем по Нашим поклонам Потому что есть те Кто все-таки обманывает И надо признать Если мы живем по державным принципам То в этом случае В державности Никто не обманывает А в других случаях Как там в фильме Мы русские Друг друга не обманываем Вот из этой же серии Дальше Если мы говорим с человеком Уже Который стал На путь человека И его интересует Не только физическое А он догадывается О том, что есть еще И нечто другое Надо говорить Что да У тебя будет достаток физический Если твое духовное Душевное Также будут заинтересованы Если они будут идти По тому пути Совершенствующий Который тебе роком предназначен Что такое рок Сейчас не будем касаться Откуда тебе Тоже не будем касаться И тогда Происходит интересная Такая измененочка С одной стороны В начальном этапе Тянулся за физическим Потом вдруг он осознал Что есть что-то выше Ну такое же бывает Когда люди осознают Что есть что-то выше И он начинает понимать Что его душевное Духовное здоровье Развитие И становление Как полноценной личности Влияет на его физический достаток Это с годами Все может происходить Дальше Когда человек становится На следующий этап Своего развития То там разговор идет Только о духовном Потому что физическое Оно само собой Получается Оно складывается Само собой Потому что он понимает Что мысль Которую он из себя Изрекает Благостные мысли Добрые Не с точки зрения Вот это как некоторые ходят Там только Клайнц-клайнц Хотя тоже нужно В определенный момент А с точки зрения С точки зрения посыла Убираешь Большое количество И еще Большего формата А потом удивляешься За что же мне Такое счастье Поэтому Когда человек Начинает осознавать Что любая мысль Так или иначе К нему возвращается Он Начинает Фильтровать Фильтр Ставит в голове Фильтровать Все мысли И никогда В мир Не выпускает Плохого Потому что Он точно Не догадывается А точно знает Верно знает Что все Что он отдал То и вернется Отдает хорошее Возвращается хорошее Отдает плохое Возвращается плохое Единственное Маленькое исключение Иногда человеку Кажется Что он отдает хорошее А на самом деле Он всего лишь навсего Стижает Он всего лишь навсего Использует этот принцип Желание получить Что-либо для себя Хорошего Это называется Спекуляция С миром Это не проходит Потому что Спекуляция Это использование Кого-то или что-то Ради своих Низменных Каких-то Как ему кажется Благостей А это называется Уже обман И он в конечном итоге Также получает Обман Если кривду Он и получает кривду Ложь Получает ложь В увеличенном количестве Поэтому Если вы Это осознаете То в этом случае Вы должны понимать Что никакого Под Вот это вот Подсмысленного Подводного Течения У меня с виду Благость А внутри И весь гнилой Гнилой И я это делаю Ради того Чтобы получить Какую-то благость Большую Видимость Проявляя благости Не прокатывает Потому что Точно такая же Видимость С таким же Обманом В окружении Других людей К нему вернется И он получит Кучу гадостей Где будут Фальшивые улыбки Ложные намерения Обманы И кривда Только в большем Количестве Одному Сделал Вокруг тебя Десять таких же Появляется Как ты Десятерым Сделал Сотня таких Получается Как ты А потом Ты удивляешься Почему мне все Обманывают Почему мне в глаза Все улыбаются Почему мне Говорят добрые слова А спина Вся оплевана Почему у меня У машины Колеса проколты Почему у меня Это не то Это не то Это не то Это не так Да потому что Ты не искренний Потому что Ты искал выгоду Прикрываясь Ширмой благости И выгода твоя Была низменная На очень Очень низком уровне А ты Строил из себя Какого-то Высокого Развитого Благостного Человека Вот Примерно так Если в двух словах Поэтому Принцип простой Не допускайте Злых Мыслей Не допускайте Лживых Мыслей Если вы чувствуете Что где-то там Внутри вас Зарождается Порождается Фальшивая Мысль И вам Кажется Что вы это Изначально Кажется Что вы изначально Это делаете Из добрых побуждений Но потом Вы выясняете Признавшись себе Что это всего лишь Навсего Была сделка Совестью Для того Чтобы получить Что-то большее Остановитесь Остерегитесь И изгоните Эту мысль Грязной Вонючей Метлой Как выметают Конюшни Вот такой же Метлой И вы Вымете Свою черепушку От этих мыслей Потому что В конечном итоге Вы обманете Сами себя Ну такой Практический совет Научитесь Оперировать То есть Управлять Направлять Мысли Управлять мыслями Направлять мысли В нужное время В нужное место И так далее И мысли ваши Должны быть чисты И кристальные Не с точки зрения Получения Каких-то бонусов От жизни А с точки зрения Становления себя Как личности И вот тогда Перед чертой Смены мерности То есть перед смертью Вам нечего Будет бояться Вы будете Идти туда Как на праздник Потому что Вы встретите Таких же чистых И светлых Какие вы были В этой жизни И вам ничего там Не опасно Не страшно И уходите вы отсюда С чистой совестью И знаете Что вас Будут отсюда провожать Как самого светлого человека И все светлые воспоминания Там Это самый большой Приз Самое большое Достояние Самая большая Наработка Которая только Может быть У человека После смерти То есть У того Кто Вселял Был вселен В этого человека Других Драгоценностей Вы не получите И если Эти мысли Не фальшивы То и там У вас будет Тоже Не фальшивы А там Ограничений Ни в чем Нет Ну примерно так Не добавить Не добавить Не убавить Благодарю тебя Алексей Благодарю Наших богов Светлых Предков Славных За Эту мудрость Которую через тебя Нам поведали Тебя благодарю За то что Задал вопросы Мы с тобой Совсем отвлеклись От того что Мы сидим В какой-то компании Василий Васильевич А рыбок Так не покормили Здесь у него конечно Есть на что посмотреть И всякие раковины Морские Диковины И книги Интересные И картины Но Делаю время Часу потехи Час Час потехи Пора И как говорится Дело Знать Пойдем кормить рыбок Раз Нас спросил Василий Васильевич Этим заняться До свидания Друзья Рад был с вами Пересечься Михаил Спасибо тебе И благодарю тебя Благодарю тебе И спасибо тебя Да Как у нас Правильно говорить Благодарю тебя Михаил За то что ты Вот Зашел со мной В коветкомпанию Василича И мы с тобой Так вот за чайком Поговорили Хотя чай так и не выпил Холодный у тебя чай уже А я уже успел подливать Иногда духовная пища Бывает намного Сытнее и полезнее Чем пища физическая До новых встреч Друзья Насин с вами Да и прощаемся Добра всем Увидимся И услышимся Быть добру Народная славянская радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok